приветствую друзья это не сейдер я александр кушнарь вечером 27 марта белгород в ужасе под градом огня самый настоящий армагеддон очередной разрушение боль пострадавший огонь вот что такое война перешедшая на российскую территорию и все спрашивают а почему же а за что же друзья да зато за харьков понимаете за харьков это то что будут испытывать белгородцы до тех пор пока россияне не уйдут с украинской земли а тем более если россияне надеются что террористическими удары по харькову они смогут сломить дух украинского воинства и дух украинского народа они очевидно очень сильно ошибаются потому что украинцы никуда не уйдут со своей земли это русские пусть уходят со своей если они не хотят чтобы их земля и дальше становилась для них не дома нет а самым настоящим огненным озером такова цена той войны которую путин развязал взяв заложники в том числе и свой собственный народ ну вот она воронки в доме повылетала школа посечена окна повылетали и остатки здесь дали что ж давайте теперь конкретно посмотрим что же происходит в белгороде итак сегодня что интересно губернатор глотков встретился с председателем софеда валентиной матвиенко цитирую доложила социально-экономической ситуации в регионе мы понимаем что из-за сложной оперативной обстановки неизбежно сокращение пассивных площадей это в свою очередь влияет на объем производства и стоимость продукции обсудили вопросы касающиеся деятельности банка в том числе сфере кредитования жителей как только сократится количество обстрелов спойлер не сократится и станет возможно в полной мере оценить ущерб мы выйдем с конкретными предложениями об оказании нам необходимой помощи сейчас самое главное о чем мы должны думать как обезопасить людей сразу хочу сказать голодковым что не увидит он даже близко того горизонта за которым начнется мирная жизнь в белгороде потому что его хозяин собачки которого он является владимир путин не собирается останавливать эту войну при своей жизни а проживет владимир путин вполне возможно и до 90 и до 100 лет так что белгородцы готовьтесь к тому что постепенно вы будете видеть как разбирают ваш белгород по кирпичикам и ничего вы сделать не сможете россияне должны понять наконец что игры закончились и война теперь будет идти у них на территории столько сколько она будет идти на территорию украины вот смотрите что тем не менее говорят российские пропагандисты которые конечно не под обстрелами в белгороде находятся а живут в своих уютненьких московских квартирках я думаю харьков надо обесточить до такой степени чтобы он стал не жизнеспособным что вот эти 800 тысяч человек которые там остались сели в машины пешком стюками на повозках и на запад и то же самое сделать другими городами в том числе и на восток я знаю что в белгороде готовы пункта временного размещения можем принять они должны быть иллюзии 48 часов всем покинуть а я понял то что мы можем полностью уничтожить все вернуть в статус дикого поля в чем смысл сохранить души городов а насчет биоматериала с этим скотчем желтым или синим их там не знаю этих и дрон и так далее жалеть не надо ну то есть как бы биология здесь враг то есть как бы просто в утиль в утиль в утиль в утиль главное чтобы осталась концепция вот концепция Новороссии как у Паши Губарева то есть жалеть никого не надо то есть вы видите что они просто-напросто откровенно призывают к геноциду украинцев к уничтожению целых украинских городов ну а что же вы хотите тогда в ответ слышать от украинцев почему же вы удивляетесь когда украина говорит что москва должна сгореть что петербурга не должно существовать что белгород нужно снести с лица земли ваши именно русские галашатой войны как раз первыми и заговорили о том что нужно уничтожать гражданское мирное население и вот теперь когда наконец война пришла и на вашу русскую землю вы теперь после этого говорите что нужно Харьков и Киев снести заявляя о том что якобы это будет вашим ответом на желание украинцев уничтожить вас ну так простите вы не ставьте телегу впереди лошадь сначала вы вторглись в Украину изнасиловали и убили огромное количество украинцев разрушаете на протяжении уже более двух лет украинские города и бьете прям по жилым зданиям а после этого вдруг вот когда на третий год войны запылал ваш Белград и вдруг узнали ах украинцы оказывается нас ненавидят поэтому давайте их уничтожим ну хорошо хоть наконец-то русские пропагандисты сбросили маски и начали говорить правду какие они на самом деле есть ну вот в свое время Красовский сказал что нужно уничтожать украинских детей ну так тогда еще на него ополчились даже свои же колени ну а теперь уже никто ни на кого не ополчается теперь это стало нормой желать смерти украинскому народу и раскрывать истинные цели Путина цели которые заключаются в том чтобы очистить украинскую землю от украинцев и заселить ее русскими у украинцев терпение на самом деле закончилось они добрые люди но больше они не могут находиться вот в этих вот нравственных рамках никакой народ это не выдержит неизбежным просто в силу психологических причин причин которые объясняются самой природой психологии у огромного количества украинцев будет ненависть к рядовым русским это не хорошо не плохо это просто констатация факта как вот закон гравитации или скажем второй закон термодинамики этого просто невозможно избежать и любой психолог это объяснить он скажет что нормально желать смерти неопределенному кругу лиц так называемому народу который в большинстве своем поддерживает агрессию против вас даже если к конкретным каким-то людям из народа который представляет противника мы будем относиться с вполне естественным сочувствием ну или по крайней мере без злобы то есть вот это естественное чувство ненависти распространяется именно на большие массы вот такое интересное свойство человеческой психологии ну а тем временем в белгородском районе система по его сбила три дрона а тем временем административное здание в центре белгорода таки поражено дроном ну как же так ведь все сбили со стороны украины обстреляно село гордеевка кореневского района курской области говорится в телеграм-канале жесть белгород ну вот видите не одним белгородом единым повторная атака в иисус помощью дронов поселка поляна далее кадры с места происшествия в шебекинском округе далее опять же проблема с поселком поляна в шебекинском городском округе там атака в иисусу вот что за последние 24 часа случилось с белгородным и областью в городе белгород после двух воздушных атак со стороны в иисусу пострадавших нет различные повреждения выявлены в двух частных жилых домовладениях далее есть один пострадавший далее в борисовском районе на окраине одного из сел с квадрокоптера сброшено три взрывных устройства в Граевроновском городском округе продолжаются обстрелы пострадавших нет разрушения выявлены в семи частных домовладениях повреждены хозпостройка и автомобиль в селе Головчин пострадали три частных домовладения аптека и КАМАЗ в селе Гарападол один частный дом в селе Козинка один автомобиль вот говорят про Козинку а я думал просто такого села уже нет но они до сих пор видимо считают что оно все еще входит в состав России но раз его не стерли российские же самолеты бомбы в Губкинском городском округе на территории одного из предприятий обнаружен и изряд специалистами совершивший падение БПЛА в Крачанском районе в лесном массиве обнаружен взрывоопасный предмет в Краснояружском районе три минометных снаряда никто не пострадал в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал сам город Шебекин зафиксировано пять прилет впоследствии вы уже видели далее в Белгороде продолжают увеличивать число укрытий ну возможно вот только почему-то люди периодически жалуются что бомбоубежища по-прежнему либо отсутствуют либо закрыты далее белгородских детей принимают в других регионах хорошо белгородская территория сталкивается с тем с чем сталкиваются украинцы когда ваши дети должны куда-то выезжать куда-то должны эвакуироваться теперь и вы познали что такое страдание детей во время войны войны, которую как я уже много раз напоминал ведет ваш главный мясник разберитесь с мясником не будет никаких проблем далее момент прилета в Дубовом попал на камеру далее над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей тут мне только непонятно если они все сбивают то как же так получается что весь город горит первые кадры с последствиями обстрела в одном из мест в Белгородском районе ракетная опасность ну и так далее в общем что я могу сказать за то что россияне сделали в Харькове запустив туда видимо дальнобойную какую-то бомбу с дальностью от 80 до 90 километров и убив там одного человека и ранив там похоже 20 человек прямо в живом массиве я уверяю россияне заплатят заплатят они военными объектами а Украина это очень хорошо умеет делать ну и я боюсь что опять же неизвестные силы а может вполне известные РДК ЛСР а также сибирский батальон могут напомнить российским военным которые прячутся в Белгороде что снаряды у этих добровольческих повстанческих формирований есть ни эти формирования ни украинцы не бьют по гражданским объектам в Белгороде или где бы то ни было еще но они бьют по военным объектам которые прячутся в жилых массивах и я вас уверяю если бы к Украине со стороны Запада по этому поводу были бы какие-то претензии то эти претензии давно были бы предъявлены ну россияне вы видите никаких претензий нету и для вас это должно стать очень четким сигналом что вашу территорию и дальше продолжат выжигать вы захотите как вот говорят эти пропагандисты изгнать украинцев с Харькова и Киева ну что ж поверьте украинцы сейчас хотят изгнать вас с ваших городов сделать санитарную зону до Москвы и далее и поверьте при наличии воли и ресурсов а этого и у другого я думаю украинцев рано или поздно хватит они это сделают вот и посмотрим тогда кто на самом деле побежит из своей столицы спасибо друзья за то что остаетесь с нами вы можете поддержать Ньюс Эйдер через те ресурсы ссылки на которые найдете в описании к этому видео тем кто помогает низкий поклон потому что ваша помощь позволяет нам работать дальше до скорого